привет дружочек пирожочки носить практически семейный лук шапки одной фирмы куртки одинаковые и спортивные костюмы но разных цветов и размеров естественно чё хочу сказать поздравляют и теперь москвичка можешь пользоваться всеми услугами и пока что не рефория заграника надо ну да иначе не прикольно вот так у тебя в брянск постоянно ездить вот какая-то залупа а так вообще в москве все какие-то услуги и преференции как ты говоришь они же больше там для льготников если не но все равно так вот документы делают туда мне пока жирный пока что мне это только для документов дальнейшем может быть там дети не дети это как-то пригодится там коробочку дают если у меня московская прописка хотя подожди нам бы и так далее потому что ты же москвич ну дорогу и так бы дали даже слипение сделаю я чё-то на камеру не вижу пара идет не вот сейчас чуть-чуть увидел на улице ребята очень холодно 7 градусов меньше у меня ощущение что прям вот еще чуть-чуть и весны виск не пойдет да есть такое что-то еще хотел добавить в про бусте комментарии мы постоянно меня ругают чё я его рекламирую на самом деле друзья мои история следующая раньше на youtube у меня был небольшой заработок и я мог тратить эти деньги на всякие флешки артридеры проводочки что-то отмирает приходится покупать и сейчас заработка нет поэтому пусть это единственный способ зарабатывать тут скажешь вставляю рекламу но пичкать людей всяким дерьмом не мое вот эти пирамиды блин ставки нахер мне это надо поэтому если вдруг интересно хотите смотреть видосы которые сильно позже выйдут на ю тубе то минус прошу в описании к видосу там есть ссылка и подписывайтесь и это некая благодарность мою сторону опять же подписка 300 рублей блин это кашу кофе но опять же не заставляем вот и по поводу погода 5,5 градусов тачка пишет яха муха давай ка с тобой жутки обязательно все с тобой покатаемся поедим обсудим всякое разное и надо будет по поводу билетов что-то подумать подражали а я с тебе сегодня не сказала да ты мне написала то что в некоторых авиакомпаниях есть возможность потом мне не про это я про то что я вчера ближе к ночи ну вечером подала заявление на закройник а мне сегодня 8 утра уже написали это писала вот я записалась на это ближайшее свободное время то есть послезавтра достаточно быстро они блин раньше ну там неделя проходила полторы недели они так быстро не отвечали я думал что я неделю полторы буду ждать а мне кажется всегда так было раньше нет я думал что мне будет долго отвечать потом пока я подам документы может быть там мест не будет я думаю это затянется очень надолго я прописалась но считай за три дня это очень быстро кстати может быть получится у меня выдернуки то видосы вот как раз когда ты прописывалась интересненько потому что я котенки дал камеру групп записывали что-то в моих документах ничего не записывала я тебе тестовая записала чтобы это покрас посмотрел все такое а то есть что-то смешное да вряд ли нет короче я посмотрю если получится в этот лог ставлю если нет то нет мы с котеней приехали на ужин в до 2 сегодня у нас жирный заказ пицца креветки со сладким чили два дотстера морс вишня и 2 молочных коктейля и 626 рублей ну и поедим с тобой машине так иютненько дождик идет машине тепло хорошо так сколько осталось ждать ну написано 4 минуты ну и думай какой контент мы сейчас будем смотреть подумай да и можно с моего телефона не севший чтобы не отключать с твоего да ну ладно все ждем и будем кушать я очень голодный между прочим очень на сколько из 10 на 7 с половиной и выходят мы на полпути приятного катюшка если это стра башка включить диска дискотека дискотека это дискотека века и диджей и бюдмейкер уличный дэйзер шик-шик шик 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 пока мы дули дули ха ха они продули досвидули 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 ну как тебе удобно мыло друзья и сейчас я вам покажу немного внутреннего процесса как тут катюня у нас снимает шапки тут мешочки всякие софтбокс какая-то подсветка тут с искусственными цветами я так полагает единственное на что нужно опереться да и сидит тут в альтруме ретуширует сами фоточки красиво получилось очень фотка ну как те в целом сама нравится процесс результат ты только сиди давай нормально вся сгорбилась ну-ка она очень щепетильно подходит к процессу поэтому на выходе получаются очень красивые фотки вся сгорбилась блин можете экрана в студию купить или он сиди на телевизоре не реально знал бы ты насколько я вот так вот приближаю вот это вот все играет вырежь мат я вот так это все приближаю иногда бывает по пикселям просто вот синенький беленький я их двигаю чтобы там вот прям вот все берем вообще чтобы пушка страшная была насколько я заморачиваюсь зато заказчики результатом довольно кепки им очень понравились вот на очереди шапки и ремни понравились но в ремнях очень много правок они мне вносили я помню две недели ты ему доход но вот сейчас шапками я скинула раковцы которые сегодня снимала и он мне сказал только добавить вот этот мешок ну покажи другие фотки они у тебя здесь же тоже вот они все так пролистай быстро мимо красиво 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 ну можно чуть ускориться да я пытаюсь она просто не сразу прогружается я даже яручок а кстати вот эта фотография щас я покажу наверно сразу готовы вот которая была то есть тут немножечко вязка такая крик кривая я ее выровняла сделать уже в обычном фотошопе это для того чтобы на маркетплейсах кружочках показали текстуру вязки так что фирма веников не вяжет видите как процессу подходит а эта фотка как я пытался просто пошутите но в итоге не смог открыть глаза там очень ярко а это вот для понимания тут есть дырка на верх на потолок давай сейчас люди ослепны но очень ярко невозможно это вот ты же на полном включил вот я там такой сидел еще рёса очень-очень ярко ну зато вот таким светом когда я снимаю шапку в таком ракурсе здесь немножечко тенюшка лишь появляется меня что прям все идеально было еще свет вот здесь поставила чтобы тенюшек не не ну здорово получается ладно я пошел к себе занимайся вот поэтому вам показал немножко внутренней кухни надеюсь вам было очень интересно сегодня получился аукцион невиданной щедрости анонсировал в телеграм-канале раздачу ключей для аутлайна сказал что будет 10 штучек в итоге раздал 25 ну мне в принципе не жалко машинку у меня неплохая райзен 9 79 50 x естественно два ядра в принципе сейчас не напрягается у него загрузка 4 5 процентов памяти тут 4 гига диск на 60 гигов ну и ребята вот за сегодняшний день накачали тут на 24 гигабайта сервачок трудится все необходимое и тут поднял поэтому могут смело веселиться целых два месяца и никакого лимита по трафику если вдруг они захотят продолжить всем этим добром пользоваться то сделаю какой-нибудь постик где призову всех собрать деньги ну потому что 10 евро каждый месяц я платить тоже не хочу и так я ну как бы со своей страны выделил энную сумму для того чтобы порадовать подписчиков телеграм-канал а еще сейчас будет полезная информация если вдруг кто-то тоже хочет снимать блоги например на гоупрошку я сейчас расскажу идеальный сетап для того чтобы у вас камера отлично записывал звук и какие палки снималки корпуса надо купить в идеале вот смотрите беру катюхину камеру фонарик ланзи и вел или в м30 он называется стоит сейчас 1200 рублей отличная штука для того чтобы подсвечивать лицо в темное время суток да и в принципе у нас в россии как бы в зимний период мне кажется надо постоянно им пользоваться отличная вещь недорогая и заряжается при помощи тайп си и обязательно купите заглушки на зоне продается ну буквально за 50 рублей корпус я рекомендую покупать вот такой телесин он недорогой стоит 1000 рублей тут стоит 13 гоупрошка к сожалению на тут со скрипом влезает поэтому защитная тут еще крышечка такая должна быть вот но я и не устанавливал потому что она принципе не вылетит тут и и очень сложно даже руками достать зачем этот корпус объяснять тут стоит может быть видите да ветрозащита верхнего микрофончика вот тут подложено тоже и как бы вот так вот сверху вставляешь камеру и у вас случае возникновения сильного ветра он не пробивается и пишется отличный звук ну и палка снималка тоже у ланди не помню точно как называется на чем то что она три ножка то есть можно поставить камеру одной рукой не сильно удобно то есть можно в статике до снимает и плюс ее немножечко выдвигать сейчас попробую зажать ногами все равно какая-то возможность вот так снимать то вот так короче классная вещь и стоит не очень недорого весь этот сетап очень легкий ну и по поводу защита от ветра вот мои рекомендации от компании рекорд микровин джаммер покажу мохнатки которые как раз защищают ваш микрофончик ответа не почти не осталось тут накануне сделал заказ мне скоро приедет еще то есть вот такие кружочки их можно обрезать прям ножничками да вот так хоп 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 и вставляешь вот сюда не все у вас не сдувает ветер отлично пишется звук опять же для гоу прошки уже говорил неоднократно обязательно надо поставить прошивку блин к сожалению тут нет карточки называется gopro labs там нужно отключить параметр виси 0 по моему называется для того чтобы ваши микрофончики в gopro работали без всякой автоматики то есть вот как умеют они писать так и пишут это очень удобно потому что ну вот кто знаком с gopro шками бывает автоматика то тише то громче делает это все очень удобно учитывая что опять же есть вот такие мохнатки которые защищают от ветра все эти настройки на хрен не нужно если хотите разобраться как снимать какие настройки выбрать какой цветокор использовать у меня есть пост на бусте я тут все расписал приложил свой лад вот конкретно для gopro для канона все это можно будет посмотреть скачать вот так вот для понимания вот этот цветокор я подбирал в районе где-то 6 месяцев постоянно игрался балансировал поэтому если даже просто хочется там зайти на бусте и грубо говоря скачать вот этот лад платите 300 рублей отписывайтесь и все но честно мне очень жалко своего потраченного времени просто так я раздавать его не хочу с этап очень классный опять же сейчас еще раз выключу свет в комнате покажу вам на что способен вот этот фонарь это не максимальная яркость вот максималка с достаточно прикольно вот абсолютно темное помещение давайте стану напротив штор они максимально темные вот когда поеду в таиланд обязательно буду использовать потому что мы очень часто в предыдущем путешествии не снимали потому что было очень темно надеюсь вам было полезно а этот влог я объявляю закрытым